МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Технологии в мировом автопроме прогрессируют все сильнее и сильнее. То, что еще вчера казалось маловероятным, уже сегодня становится реальностью. Взять, к примеру, BMW. Но вот кто еще совсем недавно мог себе представить, что флагмана? Седьмую серию можно будет подзаряжать альтернативно от розетки. Вот по этому лючку, за которым прячется разъем для сетевой вилки, можно будет безошибочно узнавать гибридные модификации BMW. Вот эти вот большие ноздри у обновленной «семерки» уже стали причиной споров. Но я честно скажу, вживую они не смотрятся противоречиво, как на картинках. Автомобиль с точки зрения дизайна очень гармоничен. На вашем стенде есть интересные премьеры. Расскажите, пожалуйста, они. Конечно, для российского рынка наиболее значимой премьерой является наш представитель люксового сегмента. Седьмая серия – новый автомобиль, который скоро выйдет на российский рынок. Также важен BMW X7. Автомобиль, которого так долго ждали наши клиенты, который будет доступен уже с марта. Еще одна значимая премьера – автомобили восьмой серии – купе и кабриолет. Мы рассчитываем, что и на них в России будет большой спрос. «В России вы продаете электромобили i3, i8, которые здорово работают на имидж компании BMW, но не очень востребованы российскими клиентами. Собственно, их и немного на дорогах. Когда в вашем портфеле появится полностью электрический кроссовер, аналогичный тому, что сделала компания Jaguar? Сегодня мы представили кроссовер BMW iX3 в новой гибридной версии. А уже в следующем году появится полностью электрический X3. Наши клиенты смогут передвигаться на кроссовере с нулевым выхлопом. Было бы странным, если бы компания Kia, которая выпускает все больше и больше новых моделей, не показала бы здесь, в Женеве, что-то необычное. И свой ответ на электромобили других компаний она представила в виде концепта «Imaging by Kia». При этом технические характеристики этого творения не приводят. Остается лишь только любоваться. Это новый Kia Soul, продажи которого в России начнутся в этом году. Здесь он представлен как европейская премьера. И от автомобилей Soul, которые будут продаваться у нас, отличается полностью электрической начинкой. Можете что-то рассказать про этот автомобиль? Будут какие-то интересные решения? У нас будет три двигателя. У нас будет двигатель 1.6 и двухлитровый атмосферный. И будет 1.6 турбированный. Агрегироваться они будут с автоматической коробкой 6-ступенчатой и роботом на топовом турбированном двигателе. Поэтому все, что есть в этом автомобиле современного, хорошего, технологичного, все будет представлено в России. Скоро начнутся продажи ProSeed в России. Какие вы возлагаете надежды на эту модель? И кого вы видите клиентами? Мы видим здесь молодых людей, 35-35 лет. активных, готовых к приключениям. Явно много проводящих время за рулем, как в городе, так и за ним. Одновременно эта машина позволяет в том числе и быть утилитарной. Это может быть в том числе и молодая семья. Мы считаем, что эта машина, чем это может цепить, это своими тактическими характеристиками, двигателями. У нас будут два двигателя, оба турбированных, 1.4 и 1.6. 147 лошадей, если не изменять память, и 200. Оба агрегируются с роботизированной коробкой. И удовольствие от вождения, которое она может оказать, это второй основной крючок, на который мы хотим привлечь наших клиентов. Российские автомобилисты уже начали подзабывать, что такое Рено Клио. Автомобиль четвертого поколения продавался в нашей стране до 2016 года, и то исключительно в заряженной версии РС. Красивый и быстрый был автомобиль, и вот ему на смену пришел Клио нового поколения. Не менее красивый, и я уверен, в будущем будет в версии РС не менее быстрый. Это главная мировая премьера на стенде Рено. Вот только продаваться эта новинка в России не будет. Чем принципиально новым этот Клио отличается от предыдущего? Прежде всего, я хотел бы сказать, что новый Клио, который мы сегодня представляем на Женевском автосалоне, отличается от предшественника сразу по нескольким направлениям. Мы представляем новые технологии, новый дизайн, как снаружи, так и внутри. Если говорить о внешности и о размерах, то по сравнению с ранее выпускавшейся машиной, эта чуть более компактная, она несколько короче и ниже. А еще Клио стал более обтекаемым, более аэродинамичным, что напрямую должно сказаться на расходе топлива. Если бы перед вами стояла задача создать Рено Клио исключительно для российского рынка, для российского клиента, он сильно отличался бы от этой европейской версии. Наверное, прежде всего, нам пришлось бы принять во внимание погодные условия. Может быть, мы спроектировали бы автомобиль с увеличенным дорожным просветом, увеличенной колесной базой и колесами размером побольше, чем в Европе. В 2006 году Рено Клио третьего поколения завоевал титул европейского автомобиля года. Спустя 13 лет, что новой модели мешает вновь взять эту высоту? Безусловно, получить такую награду очень приятно. Но когда мы создаем автомобиль, мы его создаем прежде всего, чтобы соответствовать потребностям рынка и ожиданиям покупателей. Много наград – это прекрасно, но востребованная обычными автомобилистами машина – еще лучше. В Швейцарии славятся не только сыром, шоколадом, часами, но и горнолыжными курортами. Собственно, в честь одного из них Ницубиши дала название своему новому концепту – Энгельберг. И, как несложно догадаться, выхлоп у этого концепта должен быть таким же, как воздух в Альпу. Для того, чтобы привлекать внимание, красный цвет в самый раз. Это стенд Ницубиши, а это модель IS-X, которая здесь представлена в качестве мировой премьеры. Кроссовер претерпел рестайлинг, и благодаря новой косметике выглядит очень свежо. Если дизайн передней части очень здорово перекликается с моделью Clips Cross, то задняя после обновления целиком и полностью самобытная. Посмотрите, какие интересные фонари. Новый бампер, вставка такая вот оригинальная, противотуманный фонарь. Помолодел, IS-X, помолодел. Внешнее обновление модели IS-X сразу обращает на себя внимание. А появилось ли что-то новое, чего сразу просто так не увидишь? По технической части не произошло никаких изменений. Силовые установки, трансмиссии, полный привод, все осталось без изменений. Есть небольшие изменения в интерьере, которые коснулись отделочных материалов и мультимедийной системы. Вот и все. Ницубиши IS-X выпускается уже 9 лет, и за это время пережил 3 более или менее значимых обновления. Тем не менее, он до сих пор в строю. Что за такая странная любовь у маркетологов к этой модели? Так как компания Mitsubishi вошла в альянс с Renault и Nissan, таким образом выход нового поколения немножечко отложен. Политика альянса предполагает использование совместных платформ. Именно поэтому это немножечко притормозило вывод нового поколения. То есть это, так скажем, техническая заминка, которая связана со входом в альянс. Чтобы подстегнуть определенного рода интерес к этой модели и поддержать спрос, компания Mitsubishi приняла решение сделать радикальные изменения в его именно внешнем виде. Время старта продаж обновленного IS-X не определено. Связано это с несколькими причинами. Одна из них – это эроглонас. То есть как только мы установим в этот автомобиль систему эроглонас, получим соответствующие документы, мы начнем продажу. Несмотря на то, что электрические и гибридные технологии получают все больше и больше развития, автомобиль с классическим двигателем внутреннего сгорания пока еще рано отправлять в музей. Однако все именно к этому и движется. Прогресс сделает свое дело, и страница большой автомобильной истории будет неотвратимо перевернута. Пожалуй, да, пожалуй, на этом можно ставить точку. До свидания. Продолжение следует...